По данному ополчению за сутки украинские военные обстреливали территорию ДНР больше 40 раз. Возможно, это последняя попытка Киева хоть немного продвинуть свои позиции до наступления перемирия. Согласно заключенному в четверг Минскому соглашению, стороны должны прекратить огонь сегодня в полночь по московскому времени. Но в столице Украины уже прозвучали заявления о невозможности исполнять обязательства. Депутат Верховной Рады Игорь Мусичук, уже бывший заместитель командира батальона АЗОВ, приравнял итоги Минского саммита к предательству. Его коллега, глава радикального движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош, заявил, что не признает соглашение, оставляет за собой право продолжить боевые действия. В Москве на это отреагировали с сарказмом. Так кто президент на Украине, Порошенко или Ярош, написал в твиттере глава Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков. При этом в ДНР заверили, они намерены придерживаться достигнутых договоренностей. Обязательство номер один в имя ЧЕ, которое было определено 15 февраля, в 0 часов 0 минут, прекращается полностью военные действия с нашей стороны. Будет он выглядеть односторонним или каким другим, я не знаю. Но мы будем выполнять те обязательства, которые мы взяли на себя. Своеобразную трактовку Минским соглашением дал в Раде и глава украинского МИДа. Специально менять законодательство страна не собирается, все будет происходить в рамках существующих норм, заявил Павел Климкин. Прежде всего, это закон об особом статусе ряда районов Донбасса и об амнистии. Причем, как уточнил министр, она не коснется лидеров, провозглашенных на востоке Украины республик. Продолжение следует...